Спи, дитя Ночной покой Называются морские свиньки Ой, они же похожи на хомяков Ну да, только они размером больше А, Тише, а почему они называются морские? Ну, я читал, вот Морскую свинку Назвали потому, что она была привезена К нам из моря А точнее, с этих островов Майонез По Малинезийские острова Вот, на одном из торговых судов Привезлись свиньки Понятно, Тише, то есть плавать они Не умеют, хоть и называются морскими Ну, конечно, они не плавают Но воды совсем не боятся Тише, а тогда Какой породы ты хочешь морскую свинку? Они же бывают самые разные Да, бывают очень разные Ну, вот, все зависит от цвета И направления шерсточки Тишенька, а что же нужно Чтобы в доме завести такого зверька? Ну, как и хомяков Свинке нужна клетка Большая, просторная Да, нужна очень Вот, и лучше Надо клетку покупать Заранее большую Потому что ведь Подрастет зверек Да, и будет ему тесно Ну да А еще морские свинки Животные очень подвижные Им надо бегать Иначе лапки будут слабыми И зверек начнет страдать Этим, когда Толстым, в общем, станет Ожирением Да, иначе он будет Только лежать в клетке И есть корм Наверное, тогда время от времени Их нужно выпускать из клетки Пусть они побегают по комнате, да? Ну да Морские свинки очень подвижные Кроме клетки нужна еще и кормушка Для сена и свежей травы И поилочка еще Конечно, потому что Животным нужно есть и пить Ну да А еще нужны эти Опилки для клетки Свинки любят в опилке И зарываться с головой Представляешь? Представляю, и опилки, ребята Обязательно нужно менять Чтобы не было плохого запаха в доме А еще нужен Кусок коры древесной Это зачем? Ну или корялга какая Зачем? Тише Об нее свинка может стачивать Свои коготочки А чем же кормить морскую свинку? Ну, можно покупать В зоомагазине корм На котором написано Для грызунов Ясно И еще можно давать эти Овощи давать Фрукты свежие Но больше всего свинки любят зелень Там петрушку, укроп, салат, шпинат Только зелень обязательно нужно помыть Ну да И надо Их нельзя угощать сыром Сыр это лакомство для мышей И крыс А свинки любят Еще, знаешь, Даша Играть они любят Тише Тогда это точно питомец для тебя Да А можно еще купить для них Там лестницы Качели Всякие специальные А можно, Тиша Все это сделать самостоятельно Своими руками Ну как? Из чего? Ну как из чего? Нужно просто немножечко проявить фантазию И получится что-то оригинальное Например, если взять плотный лист бумаги Свернуть его в трубку То получится Тоннель для твоего питомца Или, например, тоннель Можно сделать из пластиковой бутылки Отрезать дно и горлышко Да, Тиша, все верно Вот видишь Нужно просто немного фантазии А я и не думал Вот Я еще знаю Что свинки Когда они счастливы Когда у них все хорошо И они рады и довольны Они издают такие Странные звуки Похожие на мурлыканье А еще свинки умеют умываться Как белочки Да Они на задние лапки встают А передними трут мордочку Вот смотри какая Ой, какая хорошенькая А свинки как кошки Они любят, когда их гладят и че Они могут подставлять Под ласковую руку хозяина Спинку, бока и голову Требуют ласки и внимания Вот теперь не знаю Кого мне заводить Хомяка или морскую свинь Тиша, ты подумай А мы вместе с ребятами Посмотрим мультфильм Ну хорошо Боебаюшки, ребят Боебаюшки, мальчики и девочки Антенна Ого Вот это да А, друзья человека Так сказать, братья по разуму Привет День Евгеньевич А для чего вам эта штука? С ее помощью Я надеюсь вступить в контакт С инопланетянами С данных пор люди гадали Есть ли жизнь на других планетах Как выглядят инопланетяне Какие у них космические корабли Кто-то утверждает, что сам эти корабли видел И они похожи на летающие тарелки Кто-то говорит, что даже вступался инопланетянами в контакт Но, думаю, все это фантазии Наука пока эти факты не подтверждает А больше всего меня насмешил рассказ одного человека Который якобы видел инопланетян своими глазами Он уверяет, что это маленькие человечки Со светящимися прическами По-моему, он просто наткнулся на фиксиков Которые не успели от него спрятаться Готово! И что теперь? Инопланетяне увидят большую тарелку Захотят есть и прилетят на Землю Зачем им эта тарелка? У них свои есть Летающие А глупый здесь Никакая это не тарелка А антенна Антенна? С помощью антенны ловят радиосигналы Антенны бывают самые разные Такие, такие, такие Когда радиосигнал слишком слаб Применяют особые антенны Напоминающие по форме тарелку Радиоволны, которые попадают внутрь тарелки Отражаются от нее, как от зеркала И собираются в одной точке Это усиливает радиосигнал Таким способом можно поймать сигналы Даже из глубин космоса Нолик, стой, обожжешься Что я, маленький что ли? Ой, интересно А что в этой коробочке? А пойдем посмотрим Я просто хотел помочь Не надо мне помогать Он горячий Я уже почти закончил Тогда давайте уже искать инопланетян Горит, не горит Минуточку Ой Вот так Ну вот А теперь Попробуем поймать сигналы из космоса О, этих Инопланетян Тоже ночь? Может, они спят? Не отвлекай профессора глупостями Выпустите нас отсюда! Помогите! Бесполезно Они нас не слышат Никаких сигналов Только помехи Терпение, друзья Терпение Игрик, ты ж такой умный Придумай что-нибудь Кажется Уже придумал Так Вот так Сейчас попробуем Передать сигнал о помощи Погодите Вы слышите? Сигнал от инопланетян Это же сенсации! Спи, дитя Спокойным сном Целый мир уснул кругом Не тревожит Не тревожьте Детский сон Пусть улыбок легкий рой Сторожит ночной покой Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok